Джесс – гормональный контрацептив с антиминерал-кортикоидным и антиандрогенным действием. Контрацептивный эффект комбинированных пероральных контрацептивов основан на взаимодействии различных факторов, к наиболее важным из которых относятся подавление овуляций и изменение свойств цервикального секрета, в результате чего он становится малопроницаемым для сперматозоидов. При правильном применении индекс перля, число беременностей за 100 женщин в год, составляет менее 1. При пропуске таблеток или неправильном применении индекс перля может возрастать. У женщин, принимающих комбинированные пероральные контрацептивы, менструальный цикл становится более регулярным, реже наблюдается болезненная менструация, уменьшается интенсивность кровотечений, что снижает риск развития анемии. Кроме того, по данным эпидемиологических исследований, при применении комбинированных пероральных контрацептивов снижается риск развития рака эндометрия и рака яичников. Показания. Препарат применяется при контрацепции. Лечение умеренной формы угрей. Лечение тяжелой формы предменструального синдрома. Способ применения и дозы. Таблетки следует принимать в порядке указанного на упаковке. Каждый день приблизительно в одно и то же время, запивая небольшим количеством воды. Таблетки принимают без перерыва в приеме. Следует принимать по одной таблетке в сутки, последовательно, в течение 28 дней. Каждую последующую упаковку следует начинать на следующий день после приема последней таблетки из предыдущей упаковки. Кровотечение отмены, как правило, начинается на второй-третий день после начала приема неактивных таблеток и может еще не завершиться до начала следующей упаковки. Начало приема препарата. При отсутствии приема каких-либо гормональных контрацептивов в предыдущем месяце. Прием препарата начинает в первый день менструального цикла, то есть первый день менструального кровотечения. Допускается начало приема на второй-пятый день менструального цикла, но в этом случае рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема таблеток из первой упаковки. При переходе с других комбинированных пероральных контрацептивов, вагинального кольца или контрацептивного пластыря, предпочтительно начать прием препарата на следующий день после приема последней активной таблетки из предыдущей упаковки. Но ни в коем случае не позднее следующего дня, после обычного 7-дневного перерыва, для препаратов, содержащих 21 таблетку, или после приема последней неактивной таблетки, для препаратов, содержащих 28 таблеток в упаковке. Прием препарата GES следует начинать в день удаления вагинального кольца или пластыря, но не позднее дня, когда было введено новое кольцо или наклеен новый пластырь. При переходе с контрацептивов, содержащих только гистогены, или с высвобождающего гистогена внутриматочного контрацептива, женщина может перейти с приема мини-пили на GES в любой день, без перерыва, с иплантанта или внутриматочного контрацептива с гистогеном в день его удаления, с инъекционного контрацептива в день, когда должна быть сделана следующая инъекция. Во всех случаях необходимо использовать дополнительно барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема таблеток. После аборта в первом триместре беременности женщина может начать прием препарата немедленно. При соблюдении этого условия женщина не нуждается в дополнительных методах контрацепции. После родов или аборта во втором триместре беременности рекомендуется начать прием препарата на 21-28 день после родов или аборта во втором триместре беременности. Если прием начат позднее, необходимо использовать дополнительно барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема таблеток. Однако, если женщина уже жила половой жизнью до начала приема Джесса, должна быть исключена беременность или необходимо дождаться первой менструации. Прием пропущенных таблеток. Пропуск неактивных таблеток можно игнорировать. Тем не менее, их следует выбросить, чтобы случайно не продлить период приема неактивных таблеток. Следующая рекомендация относится только к пропуску активных таблеток. Если опоздание в приеме препарата составило менее 12 часов, контрацептивная защита не снижается. Женщина должна принять пропущенную таблетку как можно скорее, а следующую принимать в обычное время. Если опоздание в приеме таблеток составило более 12 часов, контрацептивная защита может быть снижена. Чем больше таблеток пропущено и чем ближе пропуск таблеток в фазе приема неактивных таблеток, тем выше вероятность беременности. Прием препарата никогда не должен быть прерван более чем на 4 дня. Соответственно, если опоздание в приеме активных таблеток составило более 12 часов, интервал с момента приема последней активной таблетки более 36 часов, можно рекомендовать следующее. С 1 по 7 день женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку сразу, как только вспомнит об этом, даже если это означает прием двух таблеток одновременно. Следующие таблетки она продолжает принимать в обычное время. Кроме того, в течение последующих 7 дней необходимо дополнительно использовать барьерный метод контрацепции. Если половой контакт имел место в течение 7 дней перед пропуском таблетки, следует учесть возможность наступления беременности. С 8 по 14 день женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку сразу, как только вспомнит об этом, даже если это означает прием двух таблеток одновременно. Следующие таблетки она продолжает принимать в обычное время. При условии, что женщина принимала таблетки правильно в течение 7 дней, предшествующих первой пропущенной таблетке, нет необходимости в использовании дополнительных мер контрацепции. В противном случае, а также при пропуске двух таблеток и более, необходимо дополнительно использовать барьерные методы контрацепции, например презерватив, в течение 7 дней. С 15 по 24 день риск снижения надежности неизбежен из-за приближающейся фазы приема неактивных таблеток. Женщина должна строго придерживаться одного из двух следующих вариантов. При этом, если в течение 7 дней, предшествующих первой пропущенной таблетки, все таблетки принимались правильно, нет необходимости использовать дополнительные контрацептивные методы. В противном случае, необходимо использовать первую из следующих схем и дополнительно использовать барьерный метод контрацепции. В течение 7 дней. Первый вариант. Женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку как можно скорее, как только вспомнит. Даже если это означает прием двух таблеток одновременно, следующие таблетки принимают в обычное время, пока не закончатся активные таблетки в упаковке. Четыре неактивные таблетки следует выбросить и незамедлительно начать прием таблеток из следующей упаковки. Кровотечение отмены маловероятно, пока не закончатся активные таблетки во второй упаковке, но могут отмечаться мажущие выделения и прорывные кровотечения во время приема таблеток. Второй вариант. Женщина может также прервать прием таблеток из следующей упаковки. Затем она должна сделать перерыв не более 4 дней, включая дни пропуска таблеток, и затем начать прием препарата из новой упаковки. Если женщина пропускала активные таблетки и во время приема неактивных таблеток кровотечение отмены не наступило, необходимо исключить беременность. Рекомендации при желудочно-кишечных расстройствах. При тяжелых желудочно-кишечных расстройствах всасывание может быть неполным, поэтому следует принять дополнительные контрацептивные меры. Если в течение 4 часов после приема активной таблетки произойдет рвота, следует ориентироваться на рекомендации при пропуске таблеток. Если женщина не хочет менять свою обычную схему приема и переносить начало менструации на другой день недели, дополнительную активную таблетку следует принять из другой упаковки. Как изменить менструальные циклы или как отсрочить наступление менструации? Чтобы отсрочить наступление менструации, женщине следует продолжать прием таблеток из следующей упаковки GS, пропустив неактивные таблетки из текущей упаковки. Таким образом, цикл может быть продлен по желанию на любой срок, пока не закончатся активные таблетки из второй упаковки. На фоне приема препарата из второй упаковки у женщины могут отмечаться мажущие выделения или прорывные маточные кровотечения. Регулярный прием GS затем возобновляется после окончания фазы приема неактивных таблеток. Чтобы перенести начало менструации на другой день недели, женщине следует сократить следующую фазу приема неактивных таблеток на желаемое количество дней. Чем короче интервал, тем выше риск, что у нее не будет кровотечения отмены, и в дальнейшем будут мажущие выделения и прорывные кровотечения во время приема второй упаковки. Противопоказания Прием GS противопоказан при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже. Если какие-либо из этих состояний развиваются впервые на фоне приема, препарат следует немедленно отменить. Тромбозы Венозные и артериальные и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе, в том числе тромбоз глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии, инфаркт миокарда, церебровоскулярные нарушения, состояния, предшествующие тромбозу, в том числе транзиторные и шимические атаки, стенокардия, в настоящее время или в анамнезе, мигрень с очаговыми неврологическими симптомами, в настоящее время или в анамнезе, сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, множественные или выраженные факторы риска венозного или артериального тромбоза, в том числе осложненные поражения клапанного аппарата сердца, фибрилляция предсердий, заболевания сосудов головного мозга или коронарных артерий, неконтролируемая артериальная гипертензия, серьезное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией, курение в возрасте старше 35 лет, панкреатит с выраженной гипертриглерицидемией, в настоящее время или в анамнезе, печеночная недостаточность и тяжелые заболевания печени, до тех пор, пока печеночные тесты не нормализуются, опухоли печени, доброкачественные или злокачественные, в настоящее время или в анамнезе, тяжелая почечная недостаточность, острая печеночная недостаточность, надпочечниковая недостаточность, выявленные гормонозависимые и злокачественные заболевания, в том числе половых органов или молочных желез, или подозрения на них, вагинальное кровотечение неясного генеза, беременность или подозрение на нее, период грудного вскармливания, повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата JESS, применение при беременности и кормлении грудью, JESS не назначают при беременности и в период грудного вскармливания. Если беременность выявляется во время приема препарата JESS, препарат следует сразу же отменить. Однако обширные эпидемиологические исследования не выявили никакого повышенного риска дефектов развития у детей, рожденных женщинами, получающих половые стероиды, в том числе комбинированные пероральные контрацептивы, до беременности, или тератогенного действия, когда половые стероиды принимались по неосторожности в ранние сроки беременности. Существующие данные о результатах приема препарата JESS во время беременности ограничены, что не позволяет сделать какие-либо выводы о влиянии препарата на течение беременности, здоровье новорожденного и плода. Какие-либо значимые эпидемиологические данные по препарату JESS в настоящее время отсутствуют. Прием комбинированных пероральных контрацептивов может уменьшать количество грудного молока и изменять его состав, поэтому их использование не рекомендуется до прекращения грудного вскармливания. Небольшое количество половых стероидов или их метаболитов может выводиться с грудным молоком. Побочные действия Серьезными побочными реакциями являются артериальная и венозная тромбоэмболия Со стороны центральной нервной системы Нечасто Мигрень Психические расстройства Часто Перепады настроения Депрессия Подавленное настроение Нечасто Снижение или отсутствие либидо Со стороны сердечно-сосудистой системы Редко Венозная или артериальная тромбоэмболия Например, частота по итогам эпидемиологических исследований охватывающих группу комбинированных пероральных контрацептивов частота граничила с очень редкой Термин включает в себя следующие нозологические единицы Окклюзия периферических глубоких вен Тромбоз и эмболия Окклюзия легочных сосудов Тромбоз, эмболия и инфаркт Инфаркт миокарда Церебральный инфаркт И геморрагический инсульт Со стороны пищеварительной системы Часто Тошнота Со стороны кожи Ее придатков Частота неизвестна Многоформная ретема Со стороны половой системы Часто Боль в молочных железах Нерегулярные маточные кровотечения Кровотечения из половых путей Неуточненного генеза Условия хранения и срок годности Препарат следует хранить сухом Недоступном для детей месте При температуре не выше 30 градусов Срок годности 5 лет